друзья всем привет сегодня у нас вот такой вот пакет и это очень долгожданная посылка потому что здесь находится телефон смартфон sharp s2 очень я его ждал очень он мне понравился покупал его на gd там есть версия 464 и 6128 у меня версия 464 я очень ждал у меня очень понравился посмотрел обзор и как бы вот быстро пришла посылка пришла наверно за 20 дней 22 может дня смотрите вот так вот выглядит sharp aquas s2 наклейки я так понимаю их можно содрать вот полностью запаян немного примялись углы но не критично коробка выглядит симпатично очень симпатично и я даже не пойму по она вот так выдвигается да наверное или как открывается ладно давайте распаковывать вот расскажу об основных преимуществах здесь находится процессор snapdragon 630 3020 миллиампер часов батарея 5 и 5 дюймов дисплей с разрешением 2040 на 1080 двойная камера задняя на 8 и 12 мегапикселей и передняя на 8 мегапикселей ну датчик отпечатков пальцев nfc 2 sim карты вот ну как бы основные преимущества я его сейчас мы его с вами распакуем коробка выглядит прикольно вот такая вот то есть это первый ой первый смартфон который именно в такой коробке распаковывается то есть можно вот так ставить круто круто сделал блин он тонкий такой вау он реально тонкий он капец ну круто выглядит давайте посмотрим отпечаток пальцев спи спереди сенсор отпечатка пальцев и вот такой он действительно он прикольный симпатичный и реально тонкий класс ладно давайте сейчас посмотрим все что у нас есть и потом уже посмотрим более детально на него а здесь наверное это снимается нет не снимается я думал снимается это красная штука вот здесь у нас что наверно макулатура а скрепочка выложим ее сразу и инструкции 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 как открыть флоточек и так далее то есть на китайском языке но с картинками довольно таки все понятно ложим обратно смотрим что дальше дальше у нас прозрачный вот такой вот чехольчик немножко желтоват я причем он он такой был более жесткий он пластиковый не резиновый не силиконовый а пластиковый далее это что блок питания будет то есть он реально маленький дальше у нас тайп си проводочек такой вот красивый и и вот такой вот переходничок для наушников все больше у нас ничего нет в таком вот пакетике он был здесь что какие-то буквы написаны ладно откладываем все и давайте попробуем его включить посмотреть что вообще как он включается а дальше я его перепрошу и расскажу получилось у меня нет чем я руководствовался и выложу ссылки на форум скорее всего fpda где будет инструкция давайте попробуем включить красный цвет такой яркий я его залапал уже да он такой он чехольчик поместился выбираем английский язык здесь нет русского языка вот русский есть русский смотрите а я думал что нету русского вот наверно плохой перевод да скорее всего плохой просто перевод и мы его перепрощем чтобы был хороший перевод чехольчик отличный давайте подключимся к вай файл вот это вот не пойми что что это слева нажать или справа нажать вот такой вот русский перевод давайте правую после подключения к вай файл предлагать нам в какой-то smile у x зарегистрироваться добавить фингерпринт но это мы отпустим ухты давайте посмотрим на яркость вот много китайского и здесь предустановлено приложение gd то есть магазин который ты купил вот ну прикольно смотрите вот здесь сверху есть такие скосы которые убираются каким-то приложением черные скосы то зачем они сделаны непонятно вот на белом фоне их видно зачем они сделаны непонятно но мы их попробуем убрать приложением как советуют на фоп да я уже немножко почитал в общем я его переведу ну перешью на русский язык и тогда уже продолжим пока мне все очень нравится он очень прикольный стильный такой и его что очень тоненький да то есть он по диагонали немножко больше допустим чем redmi 4x но тоньше и сравнил его с миши стым он немножко шире чем миши стой но под по толщине он практически такой же но легче то есть у меня миши стой керамический он реально в два раза тут тяжелее а этот но неплохой вот давайте еще попробуем камеру и фейсик класс мне мне кстати нравится и передняя камера и немножко смазалась но это скорее всего из-за того что я потрес рукой давайте попробуем еще раз сделать вот теперь лучше четко и четко камера действительно хорошая неплохо ну мне очень нравится вот здесь еще отметочка что с фото на на шарп аквас с 2 типа не гордятся своими в камерами вот здесь есть режимы у камеры еще момент еле снял чехол то есть он если садится он так плотно садится что его потом очень трудно снять пришлось его снизу вначале снимать вот эту сторону потом эту отщелкивать и только потом так вытягивать его вот то есть чехол конечно жестковат лоточек лоточек у нас на две симки и в одну сим карты вместо карты можно оставить карту памяти для расширения памяти снимал снимал про подушку рассказывал и решил сразу проверить шарпа коз с 2 видеозапись на подушке вот давайте посмотрим это при комнатном освещении вот так камера снимает свет только из окна немного да все равно очень в мать ну да claro да можешь Итак, телефон перепрошит, заняло это минут 15, ссылку на видео, по которому я перепрошивал, там видео инструкция и довольно таки все отлично человек рассказал, вот я ее вставлю в описании. Теперь у нас получается русский язык, но русский с немножко есть английского, то есть вот допустим фонарик торч, вот Bluetooth, ну Bluetooth то понятно, вот второй момент это вот здесь например не подтягивается дата, но она подтягивается только если перевести на английский язык смартфон. В остальном во всем все отлично работает, все быстро работает, один раз он у меня завис, так я здесь не подключен к Wi-Fi, один раз он у меня завис при установке приложения для сглаживания углов. Теперь видите уголки, то есть оно дорисовывает такие уголки и получается экраны скосы не прямые, а вот закругленные, и теперь оно все красиво выглядит, работает это во всех режимах и при поворотах тоже срабатывает нормально. Очень понравилась камера, камера классная, я вставлю видео кусочки и кусочки фотографий, мне понравилось как фотографируют, как записывают видео, то есть я смотрел обзоры, некоторым людям не понравилось видео, но как по мне довольно таки неплохо пишет, единственный, это селфи камера, ее здесь нужно было, так, вот здесь вот в Pro нужно было экспозицию поставить на плюс 1, насыщенность на минус 1, после этого она стала хорошо снимать, то есть мне нравится, но по обзорам говорят, что селфи камера ну не очень и фонтан как бы у данного фотоаппарата, но мне очень понравилось, то есть довольно таки неплохо. В остальном все быстро работает, все мне очень нравится, ну каких-либо проблем не было, то есть вот это один раз он завис, но после этого не зависал. Батарею тоже держит хорошо, но я ее так особо не использовал, смартфон еще, поэтому ну на день должно хватать. В целом смартфон легкий, отличный, никаких проблем с прошивкой не оказалось, единственное, что я не рутовал, вот тоже думаю, что и рутовать по той же инструкции будет не проблема, то есть там буквально перепрошить это 2 минуты, ну 5 минут посмотреть видео и 5 минут на перепрошивку, но если вы хотите рутовать, еще нужно будет потратить тоже 10 минут для просмотра видео и прошивки. На этом у меня все, ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok